Радио Болтком Сегодня у нас на прямой связи по скайпу человек, которого можно назвать легендой в латвийской журналистике, потому что действительно его жизнь была связана со многими латвийскими изданиями, и его последняя была должность в качестве главного редактора главной латвийской газеты «Циня». Этого человека зовут Освальд Мач. Добрый день, Освальд. Добрый день. Я знаю, что вы выпустили, наверное, несколько книг своих воспоминаний, баек журналистских, историй, связанных с вашей профессиональной деятельностью. И эти книги сейчас доступны в том числе и в интернете, их можно почитать, ознакомиться с ними. Я бы хотела, может быть, начать наш разговор с самых истоков, то есть как вы пришли в журналистику, как вы заинтересовались этой профессией, кто были вашими наставниками в этой деятельности, где вы учились. Что вы можете рассказать о тех, наверное, послевоенных годах, когда вы вступали в профессию, и в Латвии бурно создавались новые издания не только общественно-политического характера, газеты, районные, республиканские, молодежные, но и профессиональные. Создавались газеты и издания, журналы разного плана для женщин, для детишек, журнал «Дадзис», в котором вы работали, сатирический. И вот как формировалась эта система, очень интересно, потому что сейчас она, с одной стороны, стала более широкой, то есть у нас на полках можно найти издания не только латвийские, но и разных других стран, на разных языках. Но в то же время, вот та часть прессы, которая была представлена в Латвийской ССР, она во многом перестала существовать, потому что рынок, коммерция, не каждое издание смогли выдержать. Итак, вот с чего все началось, как вы пришли в журналистику? В журналистику я пришел так давно и так долгие годы, что непросто все это рассказывать. Ну, начну совсем-совсем-совсем долгих лет. Служил я 308-й латвийской красно-знаменной стрелковой дивизии после войны. И там вышла газета «Латвия Шустрауниакс». Я написал несколько корреспонденций из своей части. Служил я в противовоздушной обороне, в зенитной артиллерией. Называлась малокалибрная зенитная артиллерия, 37-мм зенитная автоматическая пушка. Ну вот, и напечатали в газете «Латвия Шустрауниакс» первую статью. Потом, где-то в 48-м году я демобилизовался, я заболел. Ну, и 48-й год, это было такое время, когда еще восстанавливали все, многого не хватало. И самое главное, я демобилизовался по состоянию здоровья, ну, поправился. Ну, и где-то вот надо работать. И стал я работать в финансовой сфере, инспектором государственного страхования по Цесванскому Гулбанскому краю. Но, однако, я разъезжал по властям, тогда по Советским Советам. Ну, и там набралось какие-то жизненные наблюдения. И мне почему-то всегда хотелось об этом что-то сказать, чтобы выразить. И я написал районную газету Гулбанского тогда района или уезда, даже трудно запомнить, районная газета «Сарканайстарс». Ну, и там стали печатать мои замечания. Потом я почему-то не знаю откуда, меня как будто тянуло, тянуло выразить свои мысли, свои переживания, свои наблюдения. Мне почему-то хотелось с кем-то поделиться. И я мечтал, если бы вот работать бы в какой-нибудь редакции, самой небольшой, ну тогда районные все были, но местные. И так работал с Цесванным старшим страховым инспектором района. И вдруг меня пригла... Я уже писал тогда в районную газету. И вдруг меня приглашают на работу ответственным секретарем районной газеты Цесвайнескоммунарс. Ну, мне казалось, что я достиг предел своей мечты. Однако человек, ну, почему-то человек такой, что ему еще что-то хочется. И я мечтал, стал мечтать более, ну, смелее. Хотелось бы, чтобы напечататься в Падуамью Яунатне. Ну, я читал Падуамью Яунатне, это была одна очень излюбленная газета, Падуамью Яунатне, Циня. Тиражом где-то 100 тысяч, 120 экземпляров сорвновались, в общем, с партийной газетой Циня. Ну, и я работая еще финансовым инспектором государственного страхования, как-то осмелился и зашел в редакции Падуамью Яунатне. И что я там видел? Я зашел в отдел сельской молодежи. Ну, относительно молодой человек, блондин и такой приветливый. И оказывается, что это был Эвальдс Вилкс, статья, которую я уже читал, которые мне очень понравились. Меня потянуло его любовь к людям в этих статьях, желание защищать тех обиженных. И он так говорит, ну, как же там в колхозах, и что там нового в колхозах. Я стал болтливо рассказывать, как там, как в одном-другом колхозе в родном, там, где я родился, родина моя. И он так говорит, так слушай, ты это самое напиши. Что? Да, напиши, пришли. Я так и сделал, и вдруг чуть не испугался. Мое письмо оказалось подвальная статья Падуамьян. Как, почему в одном колхозе Саулайной, то есть корда биба, люди живут лучше, чем в колхозе Саулайной в Сириице. Потом я позвонил Эвальд Вилксу, потом прозаик, сейчас не очень замеченный. И он говорит, а статья твоя была на почете доски в неделю, лучшая статья в неделе. Я чуть не испугался. Но я продолжал, работая в ЦС Войныском, продолжал писать Падуамьян. Явнутый, другой раз, раз, другой раз. И где-то год 52-й, но звонит заведующий отделом сельского хозяйства редакции Падуамьян. Теперь уже тебе пора Падуамьян. Пригласили на работу. И меня пригласили на работу в Падуамьян. Явнутый литературным сотрудником отдела сельской молодежи. Кстати, я там вспомню и буду вспоминать до конца жизни своей тех товарищей, с кем я еще работал вместе. Там были подпольщики, которые работали в Улманомское время и которые сидели в тюрьмах коммунисты. Там был человек один-другой, который сидел в Саласпелсконцлагере. Были помоложе, были помоложе, но все были задорные, такие задорные, жизнерадостные. Ну и я стал работать в отделе сельской молодежи. Но поработал где-то, и Эволс Вилкс был как будто моим наставником. Он уже стал прозаиком, он писал, уже писал немало рассказов, уже книги появились его. А он все просто работал литературным сотрудником. Ну и однажды полгода поработал, и вдруг обсуждается мое творчество. Ну и докладчиком является Эволс Вилкс. Ну все-таки почему-то такая родственность, душевная родственность. И он, ну сначала сделал обзор, ну то получилось, то Освел. Да нет, Освел тогда просто Освел. Ну не получилось, да. Ну и в самом заключении он говорит, ну и кроме того, Освел бы пожелать бы побольше скромности, что, мол, это я уже великий журналист и такой. Но пришли в свою рабочую комнату, кабинетом трудно называть. Сижу и решил никогда больше с Эволдом, не то что о дружбе, разговаривать не буду. Эволд сидит за своим столом, немножко посматривает, улыбается при себе и продолжает что-то там делать. А я сижу, делаю свое, я его не знаю. Обиделся, обиделся. Он такой, все, такой дружелюбный, такой поддерживает и подсказывает. Правда, он не навязчиво так. Ну сидим, сидим полчаса, почти час. Потом он что-то подошел, немножко так локтем потолкнул. Может быть, сходим с Иллайс Ринтис. Это был такой буфет, буфетик на Суворово, где работники по доме иногда заходили. И потом все уже было забыто. Потом я стал мечтать, хотя бы, но я писал обыкновенные корреспонденции. И сначала мне казалось, что если по статистике колхоз или район, или что-либо какая-то, хозяйственная организация вообще, если у них показатели статистические, показатели хорошие, значит, надо искать что-то вот хорошее. Надо об этом обязательно корреспонденции писать хорошее. Эволдс это быстро заметил. Ну и так не навязчиво. Мне говорят, ну а ты бы так попроще. Идешь, например, по дороге, там женщины работают, где-то на поле подрабатывают, работают там что-нибудь. Ну, подошел, спросил бы дорогу, как туда пройти или так. Спросил бы, как у нее дочь, что ли, работает. Ну и спасибо. А едет какой-то мужичок на телеге, попросил, скажешь, ну тут немножко меня подвезти можешь, ну опять закуришь, ну а я не курящий, закуришь, вот как. Ну и ты подожди, послушай, он сам может заговорить. Пришло, ну и стал я писать очерки, о которых я мечтал, пробовал в короткой прозе, один-другой рассказ. Ну и вдруг несколько лет проработал, и меня вдруг приглашают Ригас Балс, приглашают заведующих, работать заведующим отделом информации. Ну и Эволд услышал это. Говорит, что ж, что заведующим отделом? В это время, когда тут и карьер, и все, и то, да все, и ты пойдешь на какой-то ход. Ну, послушай, вот лиц с литературным сотрудником, корреспондентом, вот тут моя, как по-латышски говорят, то есть... Я тебя благословляю, да. Да. Да, и... Ну и так я остался литературным сотрудником до тех пор. Ну, там... Работал несколько в молодежном журнале «Лесма», но ненадолго. Озвальд, вот я вас перебью, вы рассказываете, что вы работали в отделе сельской молодежи, освещали жизнь колхозов и так далее, но мы сейчас видим по публикациям, ну, современной нам прессы, что это все было такое, ну, как бы принудиловка, и вот в Ульмановское время на селе жили хорошо, а потом решили делать колхозы, и жить стали плохо. Вот в вашем представлении, как на самом деле развивались эти события, то есть насколько, допустим, ну, вот это колхозное движение способствовало, может быть, ну, росту производительности труда, как бы мы сейчас сказали, механизации, там, укрупнению хозяйств, концентрации каких-то ресурсов. Вот что вы наблюдали фактически с 1948 по 1952 год, то есть, ну, как бы, когда вы начали уже работать в Падамью-Яунетне, фактически все это колхозное строительство происходило на ваших глазах? Начало было очень трудное. Один партийный работник, ну, мне знакомый, ну, многое-то знакомые, он говорил, что латышский крестьянин, чего он только не вытерпел и что не пережил. Ему гимн о нем, «Одиссей» надо писать, что как тяжело работали. И моя мама работала, и тяжело, и какой это был тяжелый труд, и что вообще было в 1944-1945 год, когда прошел фронт. Трудно это представить, что один лошадка у нас, старая лошадка, и этот спириарклесс, ну, как он называется? Ну, плужок, плуг. И ничего нету. И как обработать? Надо что-то посеять, рожь посеять. Все, ничего нету. Это просто люди и не знали, что такое отдых, что такое выходной, ну, что выходной день, свободный день. Это и даже на ум не приходило, что можно отдыхать. И работали. Но, однако, если теперь я могу взглянуть, начиная с самого начала и до тех пор, пока я написал небольшую книжку о Лизовском колхозе «Спарс». И этот «Спарс», я верю, но это моя убежденность. Если бедаль, если развивалась так, как этот колхоз развивался, то это хозяйство сегодня стало бы, было бы современное европейское хозяйство, сельскохозяйство современного уровня. Потому что, ну, а были и колхозы, в которых, ну, конечно, мрачно было. Все было мрачно. Я, например, Гайзинкаунс, однажды я был в командироке, там колхоз, ну, тяжелый колхоз, там Витзима, там холмыстая местность, ну, не урожайная. И я, и тому и урожай низкий. Я у одного старика спрашиваю, а почему это так? Почему? А он говорит, а вот вы спросите о земле, спросите о земле, пусть она расскажет, почему это так. И писал статью, «Я земле прастурунат», если бы земля заговорила. И это подобное. Я даю, читает редактор Каугурс, слушай, говорит, вот когда я твою статью прочитал, то мне хочется брать палку и раздолбить центральный комитет. Хорошо, Освальд, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, у нас буквально две минутки нам нужно, чтобы вышла реклама, и мы вернемся к разговору. Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире и будем ждать также ваших звонков и вопросов нашему собеседнику. Это легенда латвийской журналистики Освальд Мач. РАДИО БОЛТКОМА РАДИО БОЛТКОМА РАДИО БОЛТКОМА Радио «Болткома». Мы до перерыва обсуждали то, что фактически колхозное строительство происходило на глазах у Освальда, и он отметил, что были очень успешные хозяйства, которые, к сожалению, ветры, перестройки и социально-экономических изменений смели с лица земли, хотя они могли бы быть и сегодня вполне успешными европейскими хозяйствами, а были хозяйства слабые, которые не могли, как говорится, свести концы с концами. И вот когда он написал одну такую заметку из такого слабого хозяйства, его редактор, прочитав эту заметку, сказал, что мне бы хотелось пойти палкой сломать Центральный комитет Компартии Латвии. Ну вот, то есть в этих словах я вижу такую концентрацию каких-то помыслов людей вашего времени на том, что вот есть какая-то высшая сила, Центральный комитет, которая всё определяет, которая всё решает и которая, если что-то на местах не складывается, вот она как раз и виновата. Но как фактически вот строилось это руководство хозяйственной жизнью, то есть насколько влияла роль личности там какого-то, ну, председателя колхоза, например, или секретаря райкома местного или райсполкома, который, ну, наблюдал за этой жизнью на земле и принимал какие-то решения, которые могли там улучшить ситуацию в конкретном хозяйстве или наоборот, ну, пустить её на самотёк. Вот в этом плане вот жизнь журналиста в Советской Латвии, она была, ну, сильно отличающейся от сегодняшней, когда фактически публикации в прессе, ну, мало что определяют, да, ну, газеты пишут, порталы пишут, критика какая-то раздаётся, но, собственно говоря, это ни на что не влияет. А вот во время вашей молодости и профессиональной зрелости публикация в газете имела довольно существенный резонанс, могла иметь. Вот сталкивались ли вы с тем, что, там, условно, после вашей корреспонденции какой-то или статьи принимались меры, исправлялась ситуация, вот как раньше реагировали на публикации прессы? Ну, прежде всего, законодательством было установлено, что или ответственный работник, или предприятие, или, ну, всё равно, либо любая организация на критику в печати обязана была отвечать и принять меры к устранению. Ну, это, конечно, так, можно сказать, идеально, так следовало бы. Но, однако, конечно, публикация, выступление печати имело своё значение и воздействовало тоже на процесс и моральном, и производственном плане. Ну, было прямо уж, скажем, по-разному было. Жизнь, ведь, она настолько, как говорят, земля круглая. И рунг и стивелт, бунг и стивелт. Это земля круглая и пёстрая. Так что это воспринималось по-разному. Но иногда я же опубликовался не только в своей газете штатном, где штатным сотрудником являлся, но стал уже 70-е, 80-е годы, меня уже опубликовали и литературу Максла. Кстати, я это обобщал, ну, часть, какую-то часть своих публикаций. И я уже положил на стол. Ну, как она. О, ага, ага. Приехал с беда, с гадарит. Да, там и моя радость, и мои печали. Ну, когда уже многому, многого мы не знали. Многого еще в 70-е, 80-е годы. Многого не знали. Ну, и это эпопея. Можно сказать, что это просто эпопея. Ну, сейчас вы, наверное, еще, может быть, спросите, что какие еще продолжения ваши интересующие вопросов. Хорошо. Так, все-таки, вот вспоминаются ли вам истории, когда, ну, по вашим публикациям действительно меры приняты, кому-то конкретно помогли. Я помню свои там первые командировки тоже в отделе сельского хозяйства. Я работала в газете «Советская Латвия». Так вот меня послали по письму. Какие-то люди жили там на отдаленном хуторе. И вот они написали в редакцию газеты письмо, что им не проведут никак электричество. Что же это такое? Значит, мы тут, ну, да, 10 километров до нас ближайшая электрическая сеть. И вот не могут провести эти 10 километров к нам. И мы живем сегодня в наше время там при свечах, так сказать, у нас нет электрического света. И я, представляете, я ехала там, хорошо, я доехала до правления колхоза. В правлении колхоза мне дали трактор не какой-нибудь АК-700. Представляете, это 700 лошадиных сил, огромная вот такая махина. И мы с этим трактористом, ну, была осень, дождь, бездорожье. И вот мы поехали на этот хутор с трактористом, к этим людям. Ну, то есть, ну, как бы с точки зрения, ну, современной, вот тратить такие ресурсы на то, чтобы встретиться с людьми, написавшими вот такое письмо в редакцию, ну, это как-то звучит вообще невероятным, да. Но сегодня так никто не работает, да. Ну, и чтобы там кто-то волновался за жизнь вот этих людей, которые оказались там без электричества и 10 километров к ним надо тянуть линии электропередачи. Я не знаю, кстати, дотянули до них или нет, но я съездила, я написала, я об этом, ну, как бы честно все изложила, и в газете это было опубликовано, да. Ну, то есть, был отдел писем в каждой редакции, и на эти письма все их читали, на них реагировали. То есть, ну, или там журналиста посылали разбираться с ситуацией, или пересылали там по ведомству какому-то там, условно, в какой-нибудь райком, или в райисполком и так далее, ну, то есть, старались реагировать на вот эти запросы людей. А сейчас иногда, вот как наш один из собеседников на радио, профессор Сергей Круг говорит, голос простого человека не слышен. То есть, ну, пресса говорит с нами, так сказать, пресс-релизами каких-то министерств, государственных чиновников, работников и так далее. И вот она нам доносит некую там точку зрения, некую концепцию, которую мы должны принять и, ну, каким-то образом ей следовать. А вот наше мнение, оно, ну, как бы от выборов до выборов может выражаться. Так, я вспомнил такой несколько, ну, курьезный эпизод о значении советской печати в жизни общества. Там каждую неделю выпустили такую сатирическую страницу АСА-Слота. Ну, и она там уже филитон, и потом из АСА-Слота выросли работники Дадзиса. Ну, вот, получила редакция однажды письмо решения комсомольской организации, что вот, мол, у нас есть такой товарищ, который то ли не такой неактивный на работе и тоже в колхозе, не очень, ну, не передовик и такое, там, то да сё. В общем, ну, решили, что он не совсем как комсомолец. И они приняли решение, и это решение прислали в редакции Павла Мяуновна с просьбой опубликовать филитон о нём АСА-Слота. Последняя инстанция. Последняя инстанция воздействия морального. Чтобы человеку было стыдно, чтобы он влился в ряды комсомольской организации. Что правда, то правда. Да. Так вот, значит, вернёмся к вашей биографии. 52-й год вы начали работать по Адаму и Аунет, а потом вас приглашали в Рига с Балс, но Эволд Вилкс вас отговорил, сказал, что это не дело заниматься организационной работой. Кроме того, я прошу прощения, меня не хотели в Центральном комитете заместитель отдела пропаганды и агитации Балуадис пытался его уговорить. Он потом говорит, он нет и нет, не хотели меня в Центральном комитете на должность заведующего отделом информации. Может быть, это и к лучшему, это, наверное, и к лучшему. Ну, скажем формально, моё образование – заводственный сельскохозяйственный техникум и агроном-полевод. Ну, там в вечернем университете я, так и общественных знаний, это так, вечерние пополнения, ну, основное официальное, среднее специальное образование. Ну, это под умён, там был обязательный закон, это диктатура, конечно, диктатура, что все должны учиться, потому что старшее поколение, там, которые эволс, которые воевал, и которые сидели, кто сидел в концлагере, кто в тюрьме, кто где, ну, и молодёжь такая неопытная, ну, сельская, я сельский парень из хуторов, все должны учиться, учиться и ещё раз учиться. Вот, поэтому эти более, уже которые постарше, старше Зигис Куинч, он, по-моему, в вечернюю, в вечернюю среднюю школу так и не закончил. Но были два этих более старших товарища, которые с нечеловеческими усилиями окончили вечернюю среднюю школу. Но жизнь, опыт, всё это, всё это было наша жизнь. Так вы-то были помоложе, то есть вас должны были, наверное, направить куда-то учиться, я не знаю, как вы дальше-то свою профессиональную квалификацию повышали? Заочно. Итак, раз, ну, ты же работаешь в сельской молодёжи, одеди сельской молодёжью, ты сам из деревни, ты знаешь людей, которые, деревенских людей, их психологии, мышления, обстоятельства. Ну, и в конце концов, ты же, это хорошо, что ты именно избрал учиться в сельской хозяйственном техникуме. И закончил. Правда, тоже с нечеловеческими усилиями. Понятно. То есть, школа жизни, она была для вас важнее, чем вот такое формальное образование. Хотя и ваши товарищи всячески вас побуждали к тому, чтобы учиться, и сами тоже старались учиться. Но всё-таки вот меня бы интересовала литературная часть, да, вот, ну, как вы совсем из простой семьи, как вы сами сказали, сельский парень, но всё-таки «Падуми и Аунетне» это была такая газета, которая, ну, отличалась своим стилем, своим литературным почерком. То есть, вот как вы работали тогда над текстами, кто был вашими, ну, может быть, подсказчиками или кураторами, кто помогал вам оттачивать вот эту литературную часть ваших работ? Или всё шло с колёс? То, что вы написали, и принималось, и никогда никто не придирался там к словам или к стилю? – Требования были очень строгие. Там старшие товарищи, которые были и образованы, тоже имели образование и жизненный опыт. У нас требования к материалам были очень строгие. Я уже не говорю о фактах, не дай бог промахнуться где-то что-то по фактам. Тут хорошо, если выговор, если замечание, а то и выговор, и комсомольское собрание, или что-то ещё, когда позже уже партийное собрание для меня. тут спрос был очень строгий, очень строгий по фактам, ну и, конечно, по стилю, по литературному уровню тоже требовали непрестанного роста. И поэтому я дошёл и до очерка, и до рассказа. Но, однако, почему как-то случилось, что вот я работал в журнале Лесма и год 59-й, что ли, кажется, нет, это уже, ну, где-то 50-й. Но решили меня всё-таки подумевно. И всё-таки меня потянуло на такой сатирический уклон при преподнесении материала. Потом я стал, ну, писать вас о слоте, ну, конкретные филитоны, и в том числе и короткие, сатирические, юмористские, короткий, в общем, короткий жанр сатиры. И в «Дадзисе» я любил больше всего такие короткие, если бы сказать, сказать, то не поверить, что. Я ввел такую рубрику консультации доктора Синепе, то есть консультации доктора Горчицы. Вопрос и консультация, ответ доктора Синепе. Потом я любил короткие юмористские, такие зарисовки сатиристические. Больше всего их печатали и в «Крокодиле» печатали, там и ёжики, и в «Болгарии» где-то печатали, перепечатали, перепечатали из «Дадзиса». Некоторые, ну немного, некоторые, конечно. Вот этот жанр мне сердце довольно… Близоко. …иски. Да, да. Ну, уважаемые радиослушатели, мы сегодня беседовали с Освальдом Мачем, это наш коллега-журналист с огромным стажем, который начал фактически печататься сразу после войны, с 1948 года, даже и ранее, ещё во время службы армии, в армии печатался в своей газете с воинской, ну там, прибалтийского военноокруга или воинской части. И, ну, мы только дошли до конца 50-х годов и до того, как Освальд обратился к юмористическому сатирическому жанру, который его, в конце концов, привёл в журнал «Дадзис». И мы ещё не приступили к 60-м, 70-м, 80-м годах, когда на глазах нашего сегодняшнего собеседника создавалась, ну, сегодняшняя экономика, фактически, Латвии. И я думаю, что мы вот через пару недель ещё раз вернёмся к разговору с нашим сегодняшним гостем, чтобы продолжить его жизнеописание и описание жизни страны через его жизнь, потому что это очень интересно, это наблюдения, которые, ну, для современного человека уже ушли в какое-то прошлое, и фактически он никак не может к ним прикоснуться, а мы благодаря Освальду смогли сегодня это сделать. Программу «Очевидец» провела Людмила Прибыльская. Спасибо, Освальд, за участие в программе. Через две недели мы обязательно встретимся, а на следующей неделе у нас будет в гостях легендарный тоже человек, испытатель микроавтобусов Раф Валдис Брандт и путешественник. Программу «Очевидец» сегодня выводил в эфир звукорежиссёр Евгений Копеин. Всего вам доброго, до встречи через неделю.